Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, это Александра Кузнецова. И сегодня у нас необычное видео, потому что я выступаю в роли модели. Саша мне будет делать брови. Вы можете посмотреть на мои уже зажившие губы и веки. Время экспериментов опять настало. Короче, мы хотим сделать мне брови двумя пигментами разными. Это будет гибрид одна бровь и минерал вторая бровь. Вообще-то это сейчас коррекция. Я очень плохо ухаживала. Но сейчас в процессе мы расскажем. Форма сохранилась, безусловно, она изменилась. Но ушло пигмента больше, чем хотелось бы. Сейчас я клянусь, обещаю, что не буду портить процедуру, сделанную Сашей. И я улетаю на 4 месяца в Азию. То есть это будет агрессивное солнце. И мы заодно посмотрим, как мои брови себя ведут. Выгорая, меняется цвет, какой быстрее уйдет. Короче, вот это все. Это будет прикольно, интересно. Я буду постоянно выкладывать у себя в Инстаграм отчетики. А сейчас мы будем что, опять рисовать эскиз, да? Поехали. Короче, у меня есть, естественно, как у всех, некий остаток от миллиона процедур, которые я делала. У меня очень странная кожа. На мне уже очень большое количество мастеров пробовала рисовать волоски, и они остаются с трудом. Она у меня тонкая, но в то же самое время рыхлая. Поэтому я говорю, Саша, рисуй потолще. То есть есть же разные способы рисования волосков и разный внешний вид волосков. Саша рисует обычно тоненькие такие, имитирующие прям свои. Но в моем случае надо, особенно в месте, где серый цвет в серединке, надо прорисовать потолще такие растушеванные, чтобы перекрыть нижний цвет, ну и чтобы ощущение пучков было, да? Ну да, чтобы визуально разбавить новым цветом. Сколько вы рисуете эскиз обычной Александры? А с 15 до 30 минут. Ну, в среднем. А почему ты не рисуешь вот эти полосочки или ниточки? Это же ускоряет процесс? Нет. Для меня это наоборот не ускоряет процесс. Пока расчертишь весь этот чертеж, потом еще окажется, что вытирая этот чертеж, они у тебя все равно кривые. Мне нравится, что? Согласна. Все, вот прям так и делай, их тогда видно будет. Так, мы рисуем чем? Карандашом? Остро заточенным, да? А что за карандаш? Какой-то ноунейм из Алиэкспресс. Короче, выбираете несколько видов карандашей на Алиэкспресс. Вот прям толстенькие, вот эти самозатачивающиеся с толстым грифелем. И выбираете из них те, которые нравятся, как рисуют. Он должен быть сухим достаточно и не пачкать, но должен оставаться след, потому что иногда бывают настолько сухие, что... Кожу разрезать. Да, такое ощущение, что царапает, но не рисует. И просто потом заказываете себе их пачку и живете счастливо. Потому что обычно спрашивают, а где купили, а что за карандаш. Очень часто мастера покупают какие-то карандаши в Китае. От 100 карандашей, если покупаешь, можно нарисовать, написать все, что угодно. И продают их потом в 3 дорого. Поэтому проще всего на Алиэкспресс реально купить 10 карандашей разных и выбрать для себя лучший, чем переплачивать у какого-нибудь мастера, который просто шустрее вас забрендовал и продает подороже. Делаем одну бровь теплым брюнетом-концентратом, а вторую брюнетом-минералом. Так, ну давай рассказывай, что ты меня там трогаешь. Я ж не вижу. Рисую тебе третью бровь на лобу. Красная ручка. Ну это наша любимица, да? Красная ручка, пилот J1. Ты каждый кончик волоска, да, фиксируешь? Да, ну и наивысшие точки себе вывожу линией. А ждешь, что впитается? Ждешь, да? Да, ждем. То есть мы сейчас еще будем? Минут 5, не меньше. А пудрой пудрить будешь? Нет. Ну я приноровилась ставить пальцы не на эскиз, поэтому она у меня не теряется. Допустим, у тебя гибрид и минерал. Ты одинаковое количество капель тратишь в процедуру или минерала больше, например? Одинаково. Это наш любимчик Билар, да? То есть я им работаю, Саша им тоже уже 100 лет работает на волосках, во всяком случае, точно, да? И квадрон. Потолще ты взяла, да? Потолще и медиум заточку. Мы взяли сегодня 0,35, какую? Скажи. 35-ю углу потолще хотим сделать волоски, чтобы цвет было лучше видно. Чем тоньше волосок, тем меньше видно цвет и тем он холоднее смотрится. Это такая зависимость прямая. Чем более он такой широкий и растушеванный, тем ярче видно цвет. Эта бровь у нас была изначально минералом сделана? Где родинка, там минерал, да. Так, интересно. Мне надо прям четко сравнить лево и право, да? Расскажи про ощущения. Сильнее давишь, слабее? Сейчас, как обычно, буду вытирать, смотреть, угадала или я, или не угадала. Пробую, да? Да. Но это я сильно давлю? Ну, я тебе скажу, что с ощущением первичной процедуры ты сразу поувереннее начала прям. Да, ну это норма, это же нормально. На первой процедуре пробуешь, на второй уже более уверенно работаешь, если остаток маленький. Если остаток достаточный, то вот так же аккуратно. То есть все мастера понимают более-менее, о чем я говорю. То есть ты на первой процедуре едва-едва прикасаешься к коже, лишь бы оставалось. То есть вот это минимальное ощущение нажатия и остаток в коже, это значит, что все, угадал, сильнее не надо. А вот если на коррекцию приходит клиент с маленьким каким-то незначительным остатком, значит этого нажима было недостаточно, и ты усиливаешься, и все. То есть описать ощущения в принципе невозможно. Я давлю с усилием, там столько-то, чего? Барт, какое там в физике обозначение усилия? Ньютонов. Ньютонов, я давлю, да. И все пошли физику изучать такие. Что ты там двигаешь мою кожу? Ты ее туда-сюда елозишь? То есть ты себе ее выдвигаешь на кости или куда? Этого я не понимаю. Ну я ее расправляю, чтобы она у меня... Я же перехожу на другой волосок, и я постепенно себе чуть-чуть ее подтягиваю поудобнее. Короче, вот в моем случае, вот то, что мы нарисовали, чтобы брови... А я тебе говорю, не мешаю, кстати? Нет. Я как чревовещатель стараюсь. Короче, в моем случае, если сделать волосок прям одинаково толстый от начала до конца, то брови у меня будут очень тяжелые. А у нас сейчас задача, чтобы серединка волоска, которая в теле брови была такая насыщенная, пошире, а вот кончики сверху-снизу были прям на вылет и максимально тонкие как раз. Я, конечно, боюсь большой такой ширины и яркости. Все равно. Тем более, что я уезжаю. У меня там даже... Мне надо, кстати, на Бали поискать мастеров, с кем общаться. Любопытно было бы поработать с местными, особенно с темными кожами, особенно вот с такими обожженными. Я думаю, что вот эти вот убитые ультрафиолетом, не то, что я имею в виду, что она сожжена вот только что, а в принципе много лет, когда под солнцем находится человек, у него просто другая кожа. То, что я замечала, особенно с мужчинами, когда работала, если кто-то работает на улице, вот там у меня были какие-то парни, которые, я там, не знаю, постоянно на улице. И кожа прям как будто без эпидермиса, как будто ты сразу куда-то погружаешься, блин. И заглубления почти сразу получались. Ну, я думаю, там вообще в принципе другая кожа будет. Даже вот как у нас, там, азиатов каких-нибудь, якутов. Но у них она кайфовая, она без солнца живет, как раз таки, если это вот такие. Вот у казахов тоже классная кожа, хотя есть регионы, где очень много солнца. Она как-то плотная, другая. И, блин, я смотрю, если честно, работы там вьетнамские мастера, и какие кожи, и какие остатки. У них там просто песня в сравнении с нашими, рыхлыми, европейскими. А эти все конкурсы? Конечно, там почти всегда вот эти азиатские идеальные прозрачные бровки и широкие лбы без надбровных дуг выраженных, которые мешают работать. И офигенная кожа, да. Завидушки, да? Да, на них всегда все идеально заживает и ложится еще отлично. Ну, видишь, им повезло как. Так, я не чувствую, ой, вернее, я не вижу, только чувствую. Ты от начала волоска или от середины начинаешь, от толстого или от тонкого? С края, конечно. То есть с края от тонкого в середину. А ты не думала о том, что если ты из середины начнешь и вытянешь в тонкое, оно как бы безопаснее будет, особенно если во время обучения? Поняла, о чем я? Из безопасной части волоска, который серединка. В любом случае, рано или поздно придется начать в каких-то местах с краю, ну, невозможно из середины. Это надо, получается, сидеть вообще с другой стороны, чтобы на вылет край сделать, например, по верхнему контуру. Нет, надо научиться просто плавно прикасаться. Ну да, в любом случае. Ну, просто вначале, когда учишь, теоретически, можно. Да, я прям тебе хочу сказать, что ты в сравнении с коррекцией прям пошла нормально, бесстрашно. Знаешь что, мои руки тебя не достанут уже, да? При души. При души. Да, да. У меня сейчас стояло 5,5, я уменьшила до пяти. Почему? Потому что как раз я делала проходы, а она не ложилась, сукровица появлялась. А, то есть кожа разрушается? Ты вообще анестезию налила? Нет. Ну что, будем анестезию делать? Анестезию? Анестезию. Не, ну, теоретически все вообще терпимо, я могу спокойно полежать. Но это не точно. Хотелось бы поспать, я же сегодня встала в 4 утра. Так, где толсто, ты возвратно-поступательный или в одну сторону делаешь? В две. То есть туда-назад, туда-назад, да? Да, серединку можно уплотнять в две стороны. Ну, а если так посчитать, сколько штрихов на миллиметр, условно? Ну, ладно, на два, на полброви, например. Просто можешь описать? Давай я на волосок скажу просто. Сколько движений? Ну, движение у меня такое, где-то по 2 миллиметра. Я сантиметр волоска прорисовала, и где-то я сделала 13 шагов. Это среднее такое количество? Да, среднее. Но там еще надо вернуться и утолстить. То есть, ну, в общей сложности где-то, наверное, 20 движений. Так, ну, короче, чем ближе к головке, тем противнее ощущение, скажу так. Видимо, все-таки кожа толще, и ты еще сильнее начинаешь давить. Ну, там чувствительнее в любом случае. Поэтому будем делать с анестезией все равно. Ой, я помню, в самом начале все равно так боялась, без конца мазала и первичку мазала. Все равно я понимаю, насколько это не нужно, насколько терпимо все. Когда начинала работать, ты же тоже это проходила, первичку наносить, да? То есть, геморрой какой. Рисуешь эскиз, потом вводишь, потом анестезию наносишь, потом пытаешься стереть, чтобы не потерять эскиз. Потом у него размывают границы. О, жуть. А всего-то надо быть немножко жестоким. Чуть-чуть наоборот, слышишь? Так, мы подошли к головке, но ты-то комментируй, чего ты стесняешься. А то я тут чревовещанием несложно. Вот сейчас, да, в головке здесь кожа прям чувствуется поплотнее. Я хочу с одного прохода, чтобы уже не возвращаться сюда. Потому что тоненькие должны быть. И она заставила меня поднять подбородок, потому что там уже в глазницу идет, да, впадина. Хотя мы здесь вообще не рисовали по низу волоски, но все равно так. Если бы мы его здесь закрепляли, я бы еще больше попросила в тебя задирать. Задирать подбородок нужно, чтобы видеть и чтобы угол был по отношению к коже перпендикулярный. Правильно? Чтобы игла под 90 градусов заходила в кожу всегда. Ты никогда не работаешь под углом? Ну, как бы под острым? Если только какие-то проблемы, не ложиться. Иногда бывает. Надо прям супер точно и супер ярко сделать в каком-то месте. Ну, естественно, это не в краях, где-то может быть в середине бровей. Но на деле это исключение. Да, это исключение. Он такой прохладный, я бы сказала, сам цвет. Ну, не потому что я заглубляюсь, а просто вот даже... Но мы в тот раз рассматривали, такой прохладный, такой прохладный, помнишь? Ну, хочешь, добавь корректор, если ты видишь. Знаешь, как сейчас сделаешь первый проход тем цветом и поймешь, стоит или нет. Причем тут же все равно было видно оттенок заживший. Получается, что вот минералы ложатся офигенно с первого раза. То, что меня раздражало в старых минералах, сто лет назад, которыми я работала, миллион проходов цвета нет. Здесь четко, как гибрид выглядит точно так же. Идеально, тоненько, ярко с первого прохода. В принципе, все прям идеально легло. Еще утолщу немножко серединки. То есть осталось только это, да, по сути? Просто все-таки надо, чтобы было ярче хотя бы, ну, в один раз, чем... Ну да, чтобы тебе было ярче. Нет, не-не-не, смотри, не чем волоски нарисованные сейчас, а чем мои брови, поняла? То есть оно не может быть все-таки вот таким идеально. Вот как я ушла в прошлый раз, мы побоялись же ярче сделать. А когда корочки сошли, прям сразу видно, что маловато, маловато еще хочется. С пучком в сравнении, я имею в виду, они все-таки выпуклые. Казалось бы, да, Саша уже там много лет со мной работает и должна знать, но как бы запомнить же невозможно. И плюс мы все время что-то меняем. Мы меняем цветам, да, меняем, блин, технику. Я имею в виду конкретно со мной. Ни разу же не повторялись, да? То растушевку делаем, то волоски, короче. Поэтому каждый раз как заново, да? Ну, всегда знаю, что у тебя кожа сложная. Да, у меня одна из самых сложных кож, которых я вообще встречала. Которые я встречала. Она такая рыхлая. Вот это бесит, я ненавижу сама такие. Чем плотнее кожа, тем лучше остается рисунок. И плюс сейчас она у меня... А у меня, кстати, в прошлый раз отек был аж на веко спустился, прикинь? От бровей? От бровей на веко спустился. Но я думаю, что он не от того, что ты мне там иглой ковырялась, а от того, что ты давила, поняла, на нижнее веко. Ну, то есть у меня еще кожа не отошла после операции. Она же все равно там отславивалась как раз. Если кто не знает, где-то 4-4,5, может, месяца назад я делала пластику. И там была отслойка как раз в этой области. И брови изменили форму, они стали какие-то плоские. Чуть вытянулись к вискам как будто. Еще плюс мне сделали липофилинг на виски. И стали видны хвосты. Теперь раньше я рисовала, думаю, что такое вот эта вот бесячая штука. У женщин у многих идет скелетизация лица. Ты же замечала, Саша? Ну, то есть жирок с лица уходит, и лицо становится более таким каким-то рельефным и более грубым, что ли. И хвосты, даже если ты их нарисовал длинными, когда ты смотришь прямо, ракурс прямо, их как будто не видно или они как будто завалились. Да, то есть либо их не видно, либо они из-за того, что ты слишком длинными их нарисовал, чтобы их было видно, они становятся слишком опущенными. Вот, а у меня теперь эта область заполнена жиром. Ну что, сейчас анестезия? Ну сейчас я тебе уже не помощник. Я уже не могу оценить давление, ничего не чувствую. Шкряп только слышу. Кстати, тут даже бесполезно подносить петличку, потому что, по сути, звука нету, да? Ну я не такими размашистыми движениями работаю, это не будет так сложно. Плохая идея рисовать много тоненьких волосков. Они подплывают, пропадают, картина теряется. То есть лучше пореже и поярче, правильно? Не, но есть же идеальные кожи, например, на которых это сработает? Супер такие сухие, плотные, на которые вообще каждый волосочек видно. Ну да, но они редко попадаются. Так, а я вообще не чувствую, чтобы ты натягивала кожу. Ты что, я перестала натягивать? Натягиваю? Я просто так близко пальцы ставлю, что у меня все тут локально. Ну это тоже привычка. Или ты иногда ставишь так, что вся бровь натянута? Вот так никогда. Да, потому что я же вижу иногда некоторые мастера прям всю бровь натягивают ладонью. Так вот всю поднимают, натягивают и рисуют. И у меня, и у тебя мы локально ставим всю жизнь на растушевке даже, да? Я думаю, это чисто привычка. Так, но я даю свою обратную связь. Все равно слабее немного, но прям очень немного. То есть я думаю, что туда ближе к середине ты разойдешься тоже будет так же. В хвосте, наверное, страшно еще надавить. То есть первое прикосновение. А так почти такое же усилие. А ложится ярче, да? Не, не ярче. Так же, но вот ощущение нажима другое чуть-чуть. А результат один и тот же. Ну ты же тоже чувствуешь, что ты легче, да? А вот, например, там штрих быстрее, короче, там туда-сюда или только сюда, что-то меняешь? Сейчас в одну. Я пока сейчас просто осторожничаю в хвосте. Нет, я сейчас уйду в середину, скажу. А в зависимости от типа кожи ты делаешь больше штрихов, да? Наверное, толстый какой-нибудь, жирный. Все только вот протирает, это понятно. Это же не на каждой, невозможно так сказать. То есть нет каких-то цифр и схем точно? Каждая плотная кожа, плотная кожа рознь, не знаю. Надо все равно проверить и посмотреть. И понять, ты правильное количество сделал или неправильное. Правильный нажим или нет. Ну, да, то есть на каких-то кожах вот такими шажками не ложится. То есть там надо более медленно и едино вести. Чем раньше ты поймешь, какое самое выгодное будет движение, тем лучше. И лучше где-то под волосами в незаметных местах это делать. Хотела спросить, а если аллопеция? И такая, и думаю тут же, типа я не видела ни разу, как ты работаешь. Что же как-то странно спрашивать. Но, короче, если аллопеция, то ты все равно начинаешь с кончика хвоста, правильно? Да. Ну, реально я исключила это, не знаю, лет 8 назад уже 7, работу с головки. Потому что все практически мастера, от головки идя к хвосту, не меняли нажим и все хвосты заглубляли. Поэтому мы начали работать с хвостов, головки от легкого нажима к более сильному. Боже, у меня недавно отметила девушка, если я найду эту фотку, я ее выложу. Типа, а вот. Короче, это одна из моих первых вообще волосковых процедур. И она сохранилась у нее каким-то образом вообще жуть. Просто я говорю, жуть, какой кошмар. Клиент, в смысле? Да, какая-то клиентка там для меня надо будет поискать. Ты, наверное, там делала европейскую укладку? Они такие все свои волоски вниз, а мои все ровненькие, все вверх и полукругленькие. То есть повторять рисунок для слабаков вообще. У меня тоже есть фотографии вот этих первых экзаменационных наших работ. Пришлешь? Да. Мне просто искать надо рыться прямо где-то в переписке в Инстаграм. А если у тебя есть, то пришли. В 2012-м всем хотелось брови потоньше. Ты помнишь? Кстати, да, там тоненькие тоже мне присылали. Короче, та и та терпимо. Просто здесь, ну, немножко меньше нажим. Ну, кстати, вот здесь, в этой капсе у нас же оба без разбавителя и гибридный подсох. Ну, я к тому, что минерал, он хоть и густой, но он не подсыхает. Со мной училась вместе в университете. Я с ней лично не знакома, но она все время на меня какие-то кидала косые взгляды. И когда пришел день экзамена, заходит дверь, она... Экзамен чего? Когда я к тебе пришла на работу устраиваться. Это была моя первая работа на человеке. А, она моделью пришла? Да. А, ничего себе. Там вообще было вдойнее сложно. Но потом, ну, как бы, я даже не видела, как у нее зажило, потому что она не показалась. И вот она недавно, где-то год назад, она мне написала, нашла меня в личку. Пишет, Саша, я тебя потеряла, я так долго тебя искала. Где ты сейчас принимаешь? Я уже успела сделать себе где-то в другом месте плохие брови, мне нужно удаление. Как ты соединяешь свои пучки и пустое место? Ты как-то заходишь частично в волоски? Свои пучки, ты имеешь в виду, естественные волоски, которые... Я под волосками делаю рисунок все равно. Ну, насколько, чтобы вот если, типа, отогнуться, а не чтобы не было... Да, я их специально прямо отодвигаю, смотрю, насколько открывается часть без волосиков. Ну, это реально так, то есть там раз человек, там случайно у него бровь не туда загнулась, чтобы не было пробелов. Тут прям надо с вазелином вытирать, потому что... А, да, плюс минерала, то, что он одним движением стирается. Водой. Водой вообще, легко-легко. А гибрид все-таки чуть сложнее стирается. Я здесь, я такое движение не задерживаю сильно, ну, как бы не единое как-то. В этом разница. Я вот чувствую, я чувствую что-то другое, но не могу понять, что ты делаешь, не могу понять. Чуть-чуть быстрее само движение. Боишься перенасытить пигментом? Ну, а визуально цвета похожи? Угу. Тут теплее. Гибрид теплее? Прям с рыженькой как будто бы. Угу. А двумя цветами ты рисуешь? Угу. Никогда? Угу. А в растушевке? Нет. А вот эта проблема, когда теплым цветом дымку как дать? Вот Кристина Черненко берет и по периметру холодным просто, да? А, не знаю, что-то я так настолько не заморачивалась. Ну и у тебя нормально все, да? То есть нет такого, что периметр другого оттенка. Угу. Так, хочу звук услышать. Так, нормально? Угу. Я, кстати, его слышу внутри головы, но он смешан еще и с вибрацией как-то так. Ты прям быстро проскакиваешь волосок, да? А я уже его повторяю. Угу. Ой, я, кстати, чувствую, как эти волоски задевают иглу. Как будто такой взвенит по деревяшке. Мы сейчас покажем на растирке, как выглядят по-разному оттенки на минерал и гибрид. Ну, получается, это одинаковые цвета в плане названия, то есть и тот, и тот брюнет, да? Теплый. И там теплый брюнет в гибриде, а в минерале просто брюнет. Потому что темный брюнет еще холоднее. Ну, очень разные оттенки. А на бровях уже видно разницу? Ну, здесь анестезия еще чуть-чуть есть, надо сюда добавлять, поэтому будет понятно. Давай с анестезией нанесем и сравним. Мы нанесли анестезию, подержали на обеих бровях, чтобы сравнить цвет, насыщенность. Может быть, нам надо оттенок поменять, потому что это же разные, вообще цвета разные. Мы же показывали, как они выглядят. Короче, это момент, когда по форме можно чуть-чуть излом изменить, да? Что там, хвосты удлинить. Такие мелкие доделки, чтобы стало прям симметрично. Я сейчас рассматриваю волосок прям тщательно, чтобы увидеть все мелкие просветы именно во всей длине. Потому что так издалека этого может быть не видно, но когда это все заживет, чтобы не было пунктира. То есть прям вот смотреться и где-то, может быть, даже точечно, каким-то мелким штрихом. Так, ну мы закончили нашу процедуру. Я Сашу замучила, конечно. Еще волосиночка, еще одна, еще одна. Расскажи, покажи, как ты фотографируешь, как ты можешь какие-то особенности, как калаш делать. Мы нанесли, кстати, анестезию, чтобы они одинаково побелели, потому что часто бывает, что мастера одна бровь под анестезией, другая без, и одна яркая, другая красная, и получается непонятен цвет. Ну, сначала делаем портрет. Подальше, да? Ну, метр примерно получается. Да, ну, там, смотря у кого как телефон. У меня на три только приближает. То есть лучше на зум снимать, потому что искажения тогда нет. Чуть-чуть пониже подправлю капельку. Так, и потом я делаю фото поближе. Тоже пользуюсь зумом. Сразу две брови? Да, две брови просто прямо. В камеру прошу смотреть зрачками. Ставлю, фиксирую фокус на какой-то из бровей. Пару кадров делаю, потому что, мало ли, там рука дрогнула. Модель моргнула. Я умею не моргать на свет. И то же самое полубоком. Полубоком это когда, ну, в три четверти, то есть чтобы дальнюю бровь, хвост не было видно. До излома, да? Да, до излома. И тоже на ближнюю бровь надо обязательно фокус закрепить. Ну, можно еще с макролинзой. Это интересно кому-то? Никогда не могла понять, зачем макролинза, если ты не мастер, который учится, например, если ты клиент. Тебе нравится замыленный вокруг фон? Мне нравится, что можно увидеть рисунок, да. Слушай, а давай ты еще и сфоткай тогда и другую, чтобы сравнить на макро когда-нибудь потом на досуге цвет, например. Мы закончили процедуру. Я замучила Сашу немножко. У меня пошел опять отек, вот он прям лежит вот здесь. Но это не из-за того, что травматичная работа, это просто из-за моей операции, которая все еще заставляет кожу вести себя странно. У меня вопрос к Саше. Она поработала сейчас более активным минералом и гибридом. Я прям чувствовала это. И у нас ярче результат. И вообще вот ты сама поняла, вот тебе чем больше нравится работать? Вот расскажи ощущения. Я правую бровь, на которой мы работали минералом, сделала быстрее, чем ту, которую делали гибридом. Ну, то есть у меня легло, я посмелее немножко, и по толщине, и по глубине работала. Ну, в целом вообще прям легло очень быстро. Но получается, ты не пыталась сделать ее ярче? То есть они сейчас реально одного цвета и одного тона. То есть она не ярче, это не бледнее, да? И она не холоднее, я не заглубилась. Ну, да. Это будет понятно через неделю. Нет, я к тому, что это было бы тоже сразу. Ну, визуально, да, заглубления часто сразу видны. Короче, ждем заживления. Я обязательно сниму, покажу, как это выглядит. Очень интересно. Да, и... Чтобы ты мочила. Нет, не буду мочить. У меня неделя сухая впереди. Пишите ваши вопросы в комментариях. Покупайте обязательно наши пигменты. В любую точку мира доставка у нас абсолютно бесплатная. Ссылки будут на магазин в описании к этому видео. Также в описании к этому видео будут ссылки на все страницы рабочей Саши. Она обучающий мастер. Подписывайтесь, смотрите за ее работами. Если вдруг у вас Аллопеция, смело обращайтесь, потому что все последние, все, все, всех своих клиентов я передала ей. Она делала коррекции, она делает самостоятельно очень много работ. И также работает бесплатно с Аллопециями, да? Поэтому можете даже не думать. Только теперь уже нужно подождать, чтобы было бесплатно. Просто очередь. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok